Лебедев одержал победу в Челябинске. Легендарный российский боец, суперчемпион мира по версии WBA, вернулся на ринг спустя год и отправил соперника в нокаут. Помимо Лебедева, перед челябинскими зрителями выступили бойцы из Бразилии, Аргентины, Америки и России. Репортаж Александра Захарова. Челябинский боксер Алексей Евченко выходит на бой под нестареющую музыку из кинофильма «Рокки». По взгляду видно, настрой серьезный. Противостоит ему боец из Аргентины Бруно Ромай. С первых же минут Алексей захватывает преимущество и методично бьет соперника. К третьему раунду Ромай разбит нос. И чем дальше, тем крови становится больше. На седьмую трехминутку аргентинец уже не выходит. Судья присуждает победу техническим нокаутом Алексею Евченко. Мы отбоксировали, слава богу, живы-здоровы. Задача была продышаться непосредственно. Как вы видели, были моменты, где можно было добить, но я выстроил таким образом тактику, чтобы хотя бы 5-6 раундов пройти. В Челябинске проходит крупный турнир по боксу. Это подарок РМК к Дню города. В нем принимают участие бойцы из Бразилии, Аргентины, Америки и России. Арена-трактор заполняется до отказа. Среди зрителей известные лица города. Здесь бизнесмен Александр Арестов, председатель ЗАГС Собрания Владимир Мякуш и мэр Челябинска Евгений Тевтелев. Главными гостями вечера становятся именитые боксеры. Мурат Гассиев, Константин Дзю, Руслан Проводников и легендарный Майк Тайсон. Перед основными боями он приветствует публику. Открывает главный блок вечера поединок за титул WBC Silver. В нем встречаются россиянин Заур Абдулаев и американец Генри Ланди. Бой получается ярким и напряженным. Заур выглядит более резким и точным. Ланди отвечает мощнее. Бой длится все 12 раундов. В итоге судья отдает победу россиянину. В Близи, да, у него было преимущество, потому что он ниже рост, но его данные были приспособлены для ближнего боя больше, а мои-то на дальний. Поэтому я старался больше на дальнем, на джебе работать. А в главном бою вечера встречаются суперчемпион мира WBA Денис Лебедев и турах Хизни Алтункая. Для Лебедева это первый бой после годичного перерыва. Поэтому боец не форсирует события и начинает с разведки. Но как только Лебедев активно включается в бой, Алтункая сразу падает. В третьем раунде Денис отправляет соперника в нокаут. Классика жанра получилась. Контр-удар, в принципе, я в основном так и укладывал своих ребят. Я левша. Это мой один из любимых приемов. Теперь Лебедев намерен биться с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком. Детали поединка пока неизвестны. Александр Захаров и Виталий Черепанов. ОТВ.